Каждое утро Светлану и её семью будет не будильник, а невыносимый шум за окном. В этот магазин на первом этаже жилого дома на улице Восточной подъезжают грузовики с товаром. Причём, вопреки санитарным нормам, коробки и ящики разгружают прямо под окнами жильцов. Светлана рассказывает, из-за едкого запаха выхлопных газов невозможно открыть окна, а звуки гремящих в магазине тележек и работающих промышленных холодильников не дают спокойно спать. Шумоизоляция сделана никакой при открытии магазина. Жить очень тяжело, потому что маленький ребёнок, он реагирует. Спать я вечером её не могу уложить. Я подходила, просила вести себя потише. Они в грубой форме отвечают. Мы здесь работаем, с руководством там разговаривайте. А руководство идёт на контакт? Руководство на контакт не идёт, собственник магазина на контакт не идёт. Светлана уже жаловалась в Роспотребнадзор. Ещё в 2017 году специалисты этого ведомства официально зафиксировали превышение уровня шума и обязали руководство магазина устранить нарушения. Есть протоколы об административном нарушении, но ситуация не изменилась. Ночью это спать невозможно, это шум от холодильного оборудования. В течение дня это разгрузопогрузочная работа под моим окном. Всё, чего дождались жители, это объявление для водителей грузовиков с требованием не подъезжать к дому ближе пяти метров. Только они его как будто и не видят. Буквально в течение 15 минут съёмки несколько машин с товаром подъехали прямо к дому. И только увидев видеокамеру, водители переставляли машины чуть дальше. Что вы отъезжаете? Видели видеокамеру? А что, вы знаете, что разгрузка под жилыми окнами запрещена? Не знаете? Ну вот смотрите, да, наглядный пример. И таких машин штук 15-20, наверное, в течение дня идёт разгрузка под моим окном с жилым. Сейчас, если мы находились без квартиры, мы слышали звук телег торговых. Будут распределять товар по складу. Нарушения санитарных норм магазинам подтверждают и в общественной организации ЖКХ «Контроль». Причём, по словам правозащитников, касаются они не только шумоизоляции. Общая канализация совместная с домом. Должна быть канализация отдельная. Вентиляция тоже объединена системой дома. Это тоже не должно быть. Мы, естественно, будем обращение делать от нашей организации в Санэпидемнадзор, чтобы вышли с проверкой. Если должных мер не будет, то, естественно, мы будем обращаться за разъяснение к главному санитарному врачу по данному вопросу. Почему персонал магазина не следит за порядком, спрашиваем у заместителя управляющей торговой точки. Наталья Гусева отвечает, что работает недавно. И сама лично не видела, чтобы машины с товаром подъезжали прямо к дому. Они близко не подъезжают. Пять метров они соблюдают. Должны пять метров соблюдать. Но мы сейчас пока снимали, подъезжают машины, только после того, как они видят камеры, они отъехали два раза. Почему так происходит? Я не вам могу ответить. Я могу дать только телефон руководству. Коммерческий директор группы компании «Эльдорадо», которая владеет этим магазином, сказал, что только от нас узнала проблемы. А предписание Роспотребнадзора 2017 года, по его данным, было выполнено еще прошлым руководством компании. Виталий Косыгин пообещал разобраться в ситуации в ближайшее время. Нарушения были устранены еще давно. Других предписаний, к сожалению, я не видел. Я, наверное, просто встретишься с этим человеком, узнаю, какие проблемы и неудобства мы сейчас на текущий момент доставляем людям. Просто я не понимаю, я никаких бумаг не видел, никаких предписаний у меня нет. Будем встречаться, будем обсуждать, будем решать этот вопрос. Еще одна проблема жителей – это металлическая пристройка, через которую принимают товар. Согласия на ее сооружение, по словам Светланы, у людей никто не спрашивал. Протокол собрания собственников управляющая компания ни Светлане, ни правозащитникам не предоставила. Она сделала из металлоконструкции. Это постоянно тоже удары по металлу. Опять же, несколько было случаев зафиксированных, что неадекватные граждане залезали на эту настройку. Я летом боюсь открывать окна, тем более в ночное время, потому что были уже случаи, что залезали. Вопрос законности пристройки собственница с помощью общественников намерена решать в суде. Кстати, правозащитники говорят, это далеко не единичный случай во Владимире. И бороться с предпринимателями в одиночку гражданам сложно. В подобных случаях специалисты советуют людям одновременно обращаться за помощью и в надзорные органы, и в общественные организации, которые могут помочь грамотно оформить все документы.